Песок Он вобрал в себя время, сотни и тысячи лет Века утонули в нем, не оставив следа 19 марта 1908 года Под ослепительным солнцем пустыни Гоби Русский путешественник Козлов увидел полузасыпанные песками стены мертвого города В Субургане, замурованной буддийской часовне Он обнаружил молчаливых свидетелей прошедших веков Их бросили сюда В суматохе и в страхе Гибель, видно, была у порога И брошенное так и застыло Навеки А песок мел и мел День за днем Век за веком Сушь, молчание Казалось, забвение было бесповоротным Эти статуи, книги, свитки Все, что сохранилось от культуры целого народа Иероглифы Как раскрыть их значение? Ведь вместе с народом умер его язык Нужно было по едва уловимым признакам По каким-то отдельным намекам Восстановить забытую страницу истории Это сделал выдающийся советский языковед Николай Александрович Невский Владевший почти всеми языками Востока Ученый начал с пристального изучения Найденных в Субургане Нескольких страничек Китайско-тангутского словаря В руках Невского оказался ключ С помощью которого уже можно было начать Разгадку письменности неведомых тангутов Которые, видимо, жили здесь когда-то Из найденной в Субургане книги Ученый выбрал строку для расшифровки И переписал тангутскую фразу На страничках словаря Он нашел первый иероглиф Зы А вот и второй Мен Невский нашел в словаре еще слова Дважды повторяющийся иероглиф Делать И последний Человек Мало Крайне мало, чтобы расшифровать всю фразу Мэн Цзи Это же фамилия древнего китайского философа Значит, это перевод с китайского Не кроется ли разгадка фразы в трудах философа? И Невский продолжал поиск Книга за книгой Страница за страницей Глава за главой И, наконец, он нашел эту же фразу в книге Мэн Цзи Она звучала так После того, как человек определит, что ему не следует делать Он в состоянии будет делать то, что следует Это был первый успех Теперь вместо трех иероглифов были известны уже 14 Ученый продолжал работу Сравнивая китайскую и тангутскую транскрипции фразы Он узнавал все больше и больше знаков Вот, например, этот иероглиф Быть Проверю Нет, не то Иметь Обладать К правильному решению ученый пришел, сопоставляя тангутские знаки с китайскими и тибетскими оригиналами Так Невский кропотливо раскрывал тайны умершего языка За 9 лет работы он расшифровал более 5000 иероглифов И язык Ми, так называли себя тангуты, ожил Зазвучали оригинальные поэтические произведения Тибетец, китаец и Ми У всех троих мать одна Несходство речей у них Раздельность земель дала На западе дальнем стоит край высокой Тибет И в этом тибетском краю тибетские знаки письма На крайнем востоке лежит в низинах страна Китай И в этой китайской стране китайские знаки письма У каждого свой язык и каждый любит его Семь столетий пролежали в песке эти печатные доски Но посмотрите, какие четкие оттиски дают они сегодня Книги Тангуты печатали их 50-тысячными тиражами Вот древний образец одной из книг Свиток Чтобы легче было пользоваться Свиток складывали по страницам И получалась книга гармоника Вероятно, за сходство Тангуты называли такую книгу бабочкой Страницы книг украшались рисунками Которые поясняли содержание Эта гравюра рассказывает о наказаниях в загробной жизни За грехи земные Склепы мертвого города Харахота Сохранили и образцы тангутской живописи Тангуты были настоящими мастерами Они владели особой культурой линии Семь веков не видели солнца лица этих буд Но и сейчас живы те краски Которые нанесла на них кисть художника Тангута На этом полотне изображена Луна Так представляли себе тангуты Вечную спутницу Земли Планета Юэ-Бо Тангуты верили, что планеты влияют на судьбы людей Сатурн Он держит печать для магии и волшебства Юпитер в образе чиновника Среди найденных в Харахоте произведений Замечательный образец средневекового ткацкого искусства Божество Зеленая Тара Это уже не боги, а портреты самих тангутов Они родились и жили на этой земле Может быть в толще песков в пустыне Гоби Лежат и другие свидетельства Некогда процветавшего здесь тангутского царства Но и те, что уже известны Позволили советскому ученому Невскому Восстановить страницы истории исчезнувшего народа Эта земля Никогда не знала покоя Войны Набеги Тангутское государство Просуществовало всего лишь три столетия В начале 13 века Оно было уничтожено ордами Чингисхана И только 7 веков спустя Благодаря находке Козлова И вдохновенному труду Невского Мы многое узнали о тангутском народе О его языке, письменности и культуре В 1962 году За двухтомный труд Тангутская филология Николаю Александровичу Невскому Посмертно была присуждена Ленинская премия Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова